Здравствуйте, друзья! Приехал я на рыбалочку, но в последние дни дуют очень сильные ветра южные, западные направления, поэтому где-то на открытом месте рыбачить не очень комфортно, да и опасно. Там меня спрашивают, может ли лед сломать на Финском заливе сейчас? Может, я помню, вот если помните «Земля Санникова» фильм, вот эту сцену, когда они ползут во льдах, это снимали в Ушково. То есть в тот год выкинуло, сломало весь лед и выкинуло даже, если кто знает ресторан «Шелест» рыбаки, то выкинуло лед даже на Приморское шоссе, хотя там до уровня воды метров шесть по высоте, плюс еще расстояние. Поэтому переломать может, но это ураган нужен, конечно. Но сейчас ветра такие сильные, не ураганные, конечно, но довольно-таки сильные. Я приехал в бухточку, бухты порыбачить, бухта Окуневая, бухта Дубковая. Здесь, как бы, бывает крупный окунь. У нас там ловится окунь, тоже Зеленогорский, в Ушково, но как бы не дотягивает до желаемого размера. Ну, хороший он, хороший, ничего не говорю, но хочется что-нибудь покрупнее подержать на крючке. Здесь бывают такие, можно поискать, нарваться. Здесь такие интересные рельефы, гряды каменные. Здесь начинает от одного метра, он бывает ловится на небольшой глубине. Единственное, сейчас, конечно, замело все. Метель была два дня. Вот. Ну, походим, порыбачим. Есть неплохой ресторанчик акварель. Может быть, сходим покушаем. Вот она, бухта. Такая часовня там стоит. Тут яхт-клуб. Яхты стоят. Я в прошлом году вот сюда заезжал, А сейчас оккупировали тут. Поставили забор, написали частная территория. И даже уроды не оставили места для разворота машины. Ну, не хочется матюгаться, но... Уже слов нету с этими оккупантами. В собственной стране, блин, оккупанты. Ладно, не будем о грустном. Пойдем, сейчас попытаемся выйти. Единственное, что-то вот какая-то водичка. Тропинка вроде есть, еще не замело до конца. Сейчас пройдем, посмотрим. А, да, забыл сказать. На обратном пути проедем, посмотрим ледовую обстановку. Как бы сейчас, завтра уже ветра вроде не обещают. Поэтому, что сломало, то видно будет сегодня. Заеду в Зеленую рощу. Ну, там, рядом с шоссе. Потом 21-23 километр песочная. Посмотрим там. Ну, и с Малечковым, может, заеду. С Малечковой я заезжал, там рыбаки ходили. Единственное, что сейчас может при сильном западном ветре выдавить воду у берега. То есть, лед-то он хороший, но попробуй на него выйти. Так что, заедем, посмотрим. Так, ну, пришел на место. Сел тут возле камушков. Хорошо у меня забиты точки. А так бы тут замучился искать. Ну, потому что камни кругом. А сейчас их замело. А здесь хотя бы у меня забито, что тут камня нет, что шнек не ушатаешь. Ну, ладно, попробуем, полрыбачим. Раз уж вышли-то воды, да, воды много у берега. Ветер юго-запад. Хотя передавали чисто запад. Я, честно говоря, надеялся, что вот за этим мысом я спрячусь. На котором дубы-то, собственно, и растут. Почему назвали дубковая бухта? Там вот на этом мысу очень много дубов. Я как-то был по лету. Там старые какие-то лагеря, какие-то сараи непонятные. Вот, а дубов много, да. Я хотел спрятаться за этим мысом, но увы. Ну, может, он там на открытом месте и дует западный. А здесь как бы загибается. Глубина 2 метра. Сейчас попробуем. Сейчас попробую просто вот на впайку такую. Ну, вот старинная. Ну, как старинная. Начало века, наверное. На ладоке такими ловили. Ну, сейчас не знаю, кто же может ловит. Есть шерстинки такие. Фины сажают, это как точка атаки. Фины сажают икру силиконовую. Такого оранжевого цвета. Но она все-таки порусит икра. Поэтому блесна падает вот неправильно. То есть, она подтормаживает. А ниточка все-таки такого сопротивления не оказывает. Все-таки шерстяная ниточка лучше всего. Меньше всего влияния на игру оказывает. Сейчас попробуем. Ну, я так буду менять снасти. Сейчас здесь посижу. Потом у меня туда, вот в сторону. Часовни. Точки отмечены. Лед, кстати, не очень-то тут. Здесь, видно, его не ломало. А сразу на него снегу навалило. Поэтому он сантиметров, наверное, 10, наверное. Лед. И такой влажный. Ну, я далеко не пойду от берега. Так, пришел тут поближе к берегу. Ну, так ветерок вроде немножко стихает. Или я уже ближе к этому, к мысу подошел. Сел в камни прямо. Здесь глубина небольшая, но я здесь нарывался какой-то год. Позапрошли, по-моему. Хорошего окуня. Буквально здесь метровая глубина. Поставил вот с мормышкой. Попробуем. Ну, а там три лунки прошел. Нифига. Ни одной даже поклевки. Да, берега тут, конечно, все застраивают и застраивают. Но место красивое. Они зацепились. А теперь прилепляют все новые и новые. Скоро тут вообще не подойти будет к берегу. Снег опять пошел. Но я вот в этом месте именно нарывался. Был мокрый снег, ветер. Восточный, по-моему. И окунь лупасил лет пять назад. Прямо за час наловил, наверное. Сколько мне надо было. Хороший окунь такой. Двести, триста, четыреста грамм. Так что погода не показатель. Главное его найти, окуня этого. Главное, проблеснил. Собирался уже уходить. Стал как обычная мормышка играть. И у самого льда поклевка. Сейчас мы попробуем тогда. Значит, окунь есть. Просто он не берет нифига. Сейчас попробую. Вот у меня коза. Сейчас мы попробуем на более деликатную снасть его. Значит, он есть. Вообще, вот на этом месте Когда вот я попадал на хороший клюв, там разговаривал с мужиками, которые постоянно сюда ездят. После обеда как-то он. Они даже приезжали часа в два, в три сюда. Ну, а что нам мешает? Сейчас походим, поищем. Потом после обеда вернемся сюда. Тут все рядом. Меня там спрашивают, чего я не езжу на этих, на мотофинках. Да я не вижу смысла, если там идти два километра в какой-то механизации. И три, четыре километра не вижу смысла. Там километров пять, если вот в одну сторону, уже тогда можно и на мотофинках ехать. Даже играть не надо. Ветром хлыстик колбасит. Так, пришел сюда, в саму бухту. Остал здесь на пяти метрах. Здесь такое место, что здесь окунь постоянно ловится. В всяком случае, я сколько был, всегда здесь он ловился. Не крупный, но попадался. Если что, так вот там сидит прямо у самого берега мужик и что-то он там руками машет. Схожу к нему, потом посмотрю. Если здесь уже не будет, там возле берега во всяком случае хоть ветра нет. Так, один человек только здесь рыбачит. Так, подошел к мужику. У него наловлено хорошо. Единственное, что он на балансир ловит. А я, по-моему, коробку выложил с балансирами. Вечно выложишь, блин? А я, по-моему, на балансире. Надо посмотреть, балансиры есть у меня. На килограмм пять у него поймана, акуни. Он говорит, уже тут три дня ловит. Ну, походим. Здесь я был летом как-то. О, клюет. Есть! Так, ну, этот конечно... Ну, ладно, если что, на наживку, на корюшку. Был как-то летом. Есть камни такие. Прямо все дно устилено. Я хотел с берега зайти за бродку. А нифига, ноги переломаешь. Здесь малька столько было какого-то. Вот я не знаю, то ли корышки, то ли салаки серебристого такого. Прямо миллиарды. Летом здесь вода прогревается хорошо. И малек тут крутится. Ну, может, прячется от окуня в камнях в этих... Они таким шелковником заросшие. Ой. О, хороший какой. О, это уже что-то такое. О, какой красавец. Хулиган какой. О, какой красавец. Что такое? Подбрасывает. Он, наверное, в блесну бьет. Надо сейчас пайку попробовать. О, есть. А, пустой. Тут уже все съедено. Конечно, подбрасывает. О, хороший какой. Так и на уху поймаем, ребята. Слушай, я в такую погоду, честно, я поехал чисто на разведку. Посмотреть ледовую обстановку. Ну, и от ветра спрятаться. Здесь вот за мысом как бы не такой ветер. Оно даже и клюет. okay. Поехали. Поехали. Спасибо. Поехали. Как вы ещё неthere. в пайку лупил стучала я привязал эту такую имитацию мотыля силиконовая с ниточкой ну чисто силиконовую объедает а это с ниточкой нормально она на блесну взяла пайка чем удобно ее доставать легко из окуня с подвесными тройниками может быть конечно и поинтереснее окуни но как заезд фиг достанешь этот тройничок у него время теряешь пока достаешь стая уйдет поэтому когда хороший клев лучше в пайке я считаю нету но блесны с впаянными крючками одним или двумя о какой ребята это уже что-то посерьезнее грамм 200 200 с лишним нормально какой боец поклевки такие еле-еле стукает на не берет главное по блесне стука это это сверху муха не хочет муху брать хорошенькие окушайки уже поближе берегу вообще ушел коди в руках взяла еще бешеный для меня волосы продолжительно вяческом литерат уже цель и Эх ты, в самой лунке сошел Но не крупный был, наверное Накрылась моя жилетка с электрообогревом Там проводок, который подходит к кнопке включения На груди которая кнопка И контакт пропадает А контакт пропадает Сразу это самое В режим ожидания переходит То есть надо лезть Включать пауэрбанк Потому что он без нагрузки Тоже в режим ожидания переходит Снимает питание с этих С USB разъемов выхода Короче геморрой Я думал восстановлю контакт Там что-нибудь припаяю А там такие провода Попадений А, забагрился А там такие провода Что хрен ты чего сделаешь Потому что они мало того, что тоненькие У них изоляция из такого полиэтилена Дубового Что нифига их не зачистишь Толком Вот И поэтому я все эти провода повыдирал Которые были родные А к спине пришил У меня были стельки С электрообогревом Я эти две стельки В обувь их неудобно Потому что, блин Ну в сапогах там эти всякие провода Замучишься Они у меня были Использовались В сумке с аккумуляторами То есть у меня такая Сумка И там у меня аккумуляторы Летивые лежат Ну для у меня много инструментов Всякого этого На аккумуляторах А зимой аккумуляторы литиевые Не любят морозы И я их включал Чтобы они грели там В сумке Когда работаешь где-то на улице Чтоб аккумуляторы не морозились И я эти две стельки пришил К этой жилетке К спине Ну что там Пять минут работы И все отлично Во-первых Стельки эти стоят Там недорого Если перегорят Поменять недолго Потом они постоянно греют Не как вот жилетка была Включается Выключается А они постоянно молотят И вот этого пауэрбанка Небольшого Не помню сколько он Ампер часов Ну такой маленький Обычный На три часа хватает Как раз вот погреться Милое дело Да Время уже наверное около часа Так поклевывает Периодами стайка набежит Да Сейчас снег это навалит Идет и идет Милое дело вот эти неопреновые ручки фигня лучше с обычного белого пенопласта прилипает снег потом держишь ледышку такую в руках надо скотчем обмотать будет или силиконом обработать не прилипало ну вот пяток штук достанешь все тишина ну ладно друзья время около трех часов но клюет хорошо клюет мне писали что на финском заливе можно 10 килограмм разрешается килограмма не надо килограмм 4 поймали такие хорошие акушерики есть вообще такие замечательные ладно сейчас пойду в обратный путь буду останавливаться на точках ну где сверлил уже сверлить не буду новые лунки сейчас и шнек складу а так буду пробовать может подошел что покрупнее а нет так встретимся в зеленой рощи покажу там видовую обстановку так сейчас выходил дубковой бухте сантиметров 30 воды у берега то есть прилив идет западный ветер сильный лед у берега примерз и вода наливает его заметает снегом вот эту воду то есть каша такая сантиметров 30 но одна надежда на то что подморозить не подморозит потому что минус 6 всего под снегом не замерзнет что ночью не будет ветра и отлив начнется и тогда как бы не будет вот этой воды так сейчас приехал в зеленую рощу здесь волны гуляют вот это открытая вода то есть у берега торосы наломано не сядешь там не порыбачишь а это уже волны гуляют там дальше опять лед то есть его порвало хотя утром лед стоял я ехал лед был то есть это за сегодняшний день вот так рвануло так зеленые рощи и там соответственно маяка тоже там делать я думаю нефиг ладно поедем на 21 километр проеду туда на двадцать третий алым парусам так песочная 21 23 километр так машины стоят так и и буханка там еще стоит здесь у берега вода на ломаного льда метров сто дальше вот сидят рыбаки даже с палаткой как ее тут сегодня не сорвало я не знаю хотя вот я смотрю там пару километров туда не видно ни хрена снег опять пошел там темная полоса я думаю что это вода и ветер еще не закончился то есть может еще раздолбать я не знаю что сидят может плюет хотя он нафиг эту рыбу такими блин ветрами я у берега то там окушка это у меня все мозги выдала можно красная как прикуривать а там на на просторе я думаю ну дальше там ровный лед вот за торосами там нет такого как прошлом году горы были битого льда единственное что с горы с этой вот не съезжать которая гора к заливу потому что дорогу никто не чистил то есть если с колеи вы свалитесь то перекроете все движение лучше там на горе оставлять такие машинки которые не очень проходимы да вообще любую может потащить машину и съедете с колея вообще трактора в этом году не было здесь то есть накатывали накатывали колею но здесь сидят рыбаки ладно поедем с маличкова так смиркается приехал с маличкова разговаривал с рыбаком алексеем на ниве тоже он целый день рыбачил на корешки то есть но здесь так все почищены и парковка почищена единственное тропинки все по заметала и у берега вода тоже но выходил уже нормально было уже подушла немножко вода на льду конечно все по заметала с тропинки то есть идти тяжело вот ловится вот нормальный трещин нет ловится не очень хорошо то есть самый удачливый поймал там 30 штук корешки остальные меньше поймали вот ну лед хороший во всяком случае ничего не сломала так что с маличкова можно порыбачить ладно в ушкова уже не поеду хотел еще в ушкова посмотреть лед потому что месяц назад когда вот ломала 19 декабря лед так ломать начали с ушкова ну думаю если с маличкова нормальный лед так и в ушкова там хороший лед ладно всего хорошего друзья до свидания